Привет, ребята! Вы на канале Домашние Питомцы, с вами я, Света, а это мой мальчик Лейс. Он там на первом этаже ищет вкусняшки, которые были рассыпаны, когда я открывала вот эту вот погрызушку. Ребята, погрызушку он еще не видел. Это такая вот здоровая труба от Little One, он там сможет спокойно пролезть через нее. И я очень хочу, чтобы он залез на второй этаж и попробовал вот эту вот у нас погрызушку, вкусняшку. Я очень надеюсь, что он ее учует, по идее должен, поэтому давайте посмотрим. Будет очень интересно увидеть реакцию Лейса на подарок, на вкусняшку. Так, пока что он собирает те семечки, которые я случайно рассыпала, открывая вот эту погрызуху. Я ее открывала над первым этажом, вот и, собственно, вот сюда вот что-то рассыпалось. Пока он собирает это, давайте я вам расскажу обновочку. Ребята, обновочка у нас такая. Мы сделали вот эту новую картонку. У него здесь лежала другая картонка. Она была не полностью на решетке, а была только частично на решетке. И Лейс, когда забирался, у него проваливались лапки. Поэтому я поменяла картонку на более такую, которая прям вот тютелька в тютельку встала. Прям вот на эту решетку. То есть здесь, когда он будет забираться по лесенке, лапки проваливаться не будут в решетку. И, короче, эта новая картонка, он тоже должен на нее как-то будет среагировать. Но, по-моему, он пока что не чувствует вкусняшку на втором этаже. Странно. Ну, давайте, наверное, все-таки спустим вкусняшку со второго этажа на первый. Потому что, по-моему, он не совсем. Понимает и не совсем чувствует, что там что-то есть. Поэтому давайте все-таки, да, вот. Все, я спустила вкусняшку. И, по идее, Лейс должен выйти. И, да, он ее почувствовал. Смотрите, он ее почувствовал. Блин, он лезет на второй этаж, а я сняла со второго этажа вкусняшку. А он лезет на второй этаж. Так, давайте я заберу обратно, на второй этаж поставлю Лейс на втором этаже теперь. Что-то пока я оставила на второй этаж, он уже не ездит. Ай, ребята, что происходит? Вы представляете, как это было забавно? Он полез на второй этаж. Я подняла обратно эту штуку, и он опять ее потерял. Что ж такое-то, Лейс? Ну вот же она. Вот она, да-да-да, давай, давай залази. Не, не понимает он пока что. Ооо, блин, когда-нибудь он ее найдет. Нет, надо поставить прямо перед ним туда. Он и здесь, и здесь запах, он теряется. Давайте вот так прям поставим. Вот теперь он должен по-любому будет найти эту вкусняшку. Лейс, вот она прямо здесь. Смотри. Да, нашел таки. Наконец-то, Лейс, нашел вкусняшку. Ребят, труба реально большая. То есть, если вы видите, да, на фоне сирийского хомяка, эта труба просто огромная. И то он у меня пушистый. Он, на самом деле, не такой большой, как вам кажется. Он просто очень пушистый. Но, в общем, он спокойно сможет туда-сюда проходить в эту трубу. То есть, он там не застрянет. Потому что я не раз покупала такие трубы ему. И он прям вообще там пролазит просто-запросто совершенно. И то там даже места хватает ему в этой трубе. Он там даже развернуться может при желании. Вот. Лейс там что-то за щечки, за щечки. Смотрите, он все складывает за щечки. Лейс просто в восторге. В таком восторге, что даже не знает, куда пойти, куда пристроиться, с какой стороны подступиться к этой вкусняхе. Лейс, это тебе подарок. Просто мамочка тебя любит очень сильно. И вот такой вот подарочек. Да, такой вот подарочек тебе. Я думала сохранить эту вкусняшку до 23 февраля. 23 февраля подарить эту вкусняшку. Но что-то захотела сейчас подарить. Так что ладно. Лейс, это тебе на 23 февраля. Все, 23 февраля ничего не жди. Вот тебе такая вкусняха будет. Смотрите, кушает. Просто такие погрызушки давать можно. Они безопасные, они безвредные. Но давать их лучше не часто. Потому что, как я уже говорила, они довольно калорийные. Поэтому можно давать, чтобы хомячок стачивал зубки. Но не часто. Ну, в общем, я очень рада, что я нашла новую картонку. Она прям очень хорошо сюда встала, на второй этаж. Просто вообще шикарно. В общем, я очень рада. Вот так вот выглядит у нас клеточка. Клеточка просторная, большая. Хомяку здесь очень удобно. Огромное, здоровое просто колесо. Ну, колесо, правда, здесь прям огромное. Большая труба. Сюда все помещается, как вы видите. Так что, лисенок в восторге. И от подарка тоже лисенок в восторге. О, наверное, сейчас в трубу полезет. А может быть и нет, он, нет, наверное, не полезет. Он уже очень много всего за щечку забрал отсюда. И он, наверное, пытается это все как-то куда-то отнести теперь. Все это дело. Так, давайте, наверное, вот это вот сюда поставим. Вот здесь она будет стоять лучше. Он здесь будет туда-сюда ходить в этой трубе. Он так сможет спокойно туда-сюда проходить. И то даже можно поближе к колесу. Он тут спокойно вообще зайдет. Ну, в общем, я уверена, что лисенку этот подарок понравился. Я очень рада, что теперь у него не будут застревать лапки. У него теперь новая картонка. В общем, все у нас замечательно. Лисенок прекрасно себя чувствует. Просто отлично. Мы сейчас с ним немножко погуляли. Вот. Но он сам забежал в клеточку. Вот. Поэтому пока что он вот хочет побыть в колесе. Ну, я надеюсь, что это видео вам понравилось. И если это так, то, ребята, не забывайте поставить лайк. Ведь я старалась для вас. И для меня это очень важно. Пожалуйста, поддержите меня также подпиской. И колокольчиком рядом с подпиской, чтобы не пропустить все самое интересное. Видео выпускаю я практически каждый день. И без колокольчика вам не будут приходить уведомления. А с колокольчиком будут приходить уведомления. И вы ничего не пропустите. Всем пока. Лейс, скажи всем пока. А? Лисенок, ты скажешь всем пока? Нет, не скажет. Лисенок у нас умывается. Он отвернулся от нас и умывается. Все говорит. Не трогайте меня, не снимайте. Я занят водными процедурами. Ну, ладно. Надо оставлять его в покое. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok